Сказка «Лисичка со скалочкой» Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, подняла и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится в избу. Стук, стук, стук! Кто там? Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать? У нас и без тебя тесно. Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Ее пустили. Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Рано утром лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает. Где же моя скалочка? Дайте мне за нее курочку. Мужик делать нечего, отдал ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку, идет да поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку. Пришла она в другую деревню. Стук, стук, стук. Кто там? Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать. У нас и без тебя тесно. Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку. Ее пустили. Лисичка легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, а курочка под печку. Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после и говорит. Где же моя курочка? Дайте мне за нее кусочку. Ничего не поделаешь. Пришлось хозяину отдать ей за курочку кусочку. Взяла лисичка кусочку, идет да поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. За скалочку взяла курочку, за курочку взяла кусочку. Пришла она под вечер в третью деревню. Стук, стук, стук! Кто там? Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать. Да у нас и без тебя тесно. А я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку. Ее пустили. Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку. Утром чуть свет лисичка вскочила, схватила курочку, съела, да и говорит. А где же моя кусочка? Дайте мне за нее девочку. А мужику девочку жалко отдавать. Посадил он мешок большую собаку и отдал лисе. Бери, лиса, девочку. Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит. Девочка, пой песни. А собака в мешке как зарычит. Лиса испугалась, бросила мешок, да бежать. Тут собака выскочила из мешка, да за ней. Лиса от собаки бежала-бежала, да под пенек в нору юркнула. Сидит там и говорит. Ушки мои, ушки, что вы делали? Мы все слушали. А вы, ножки, что делали? Мы все бежали. А вы, глазки? Мы все глядели. А ты, хвост? А я все тебе мешал бегать. А ты? А ты все мешал? Ну, постой же, я тебе задам. И высунула хвост из норы. Ешь его, собака! Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай ее трепать. Сказка. Лягушка-путешественница. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров, домушку. Весной громко квакала вместе со своими подругами. И весь век бы прожила она благополучно. Конечно, в том случае, если бы не съела ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высынувшись из воды коряги, и наслаждалась теплым мелким дождиком. Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! Думала она. Какое это наслаждение жить на свете! Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке. Капли ее подтекали под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Так приятно, что она чуть-чуть не заквакала. Но, к счастью, вспомнила, что была уже осень. И что осенью лягушки не квакают. На это есть весна. И что, закваков, она может уронить свое лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. Вдруг тонкий, свистящий, прирывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток. Когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют. Или лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью-фью! Раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток. А их самих даже и не видно. Так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, опустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. «Кря-кря!» — сказала одна из них. «Лететь еще далеко! Надо покушать!» И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку. Но все-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решила высунуться из воды в свою глупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. «Кря-кря!» — сказала другая утка. «Уже холодно становится! Скорее на юг! Скорее на юг!» И все утки стали громко крякать в знак одобрения. «Госпожи утки!» — осмелилась сказать лягушка. «Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство!» И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями. «Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!» Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась еще толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг. Но в конце концов все-таки спросила, потому что была осторожна. «А много ли там мушек и комаров?» «О, целые тучи!» — отвечала утка. «Ква!» — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разе. «Возьмите меня с собой!» «Это мне удивительно!» — воскликнула утка. «Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев!» «Когда вы летите?» — спросила лягушка. «Скоро! Скоро!» — закричали все утки. «Кря-кря! Кря-кря! Тут холодно! На юг! На юг!» «Позвольте мне подумать только пять минут!» — сказала лягушка. «Я сейчас вернусь! Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее!» И она шлепнулась с сучка, на который была снова влезла, в воду нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло. Утки совсем было собрались лететь. Как вдруг из воды около сучка, на котором она сидела, показалась ее морда. И выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка. «Я придумала! Я нашла!» — сказала она. «Пусть две из вас возьмут свои клювы-прутик. Я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно!» Нашли хороший прочный прутик. Две утки взяли его в клювы. Лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватил дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Кроме того, утки летели неровно и дергали прутит. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паец, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые, впрочем, было очень трудно рассмотреть, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась, и гордилась. «Вот как я превосходно придумала!» – думала она про себя. А утки летели вслед занесшейся передней парой, кричали и хвалили ее. «Удивительно умная голова наша лягушка!» – говорили они. «Даже между утками мало таких найдется!» Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревьями, полными хлеба в скирдал, откуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаи уток, и лягушке ужасно хотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала, «Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно». И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышались голоса. «Смотрите, смотрите!» – кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце. «Смотрите, смотрите!» – кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!» «Знают ли они, что это я придумала, а не утки?» – подумала квакушка. «Смотрите, смотрите!» – кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?» Тут лягушка не выдержала и забыла свое обещание. И, забыв свое обещание, всякую осторожность закричала изо всей мочи. «Это я! Я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали. Одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дергая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала, и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бы утыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды, и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло. «Это я! Это я!» «Придумала!» Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из воды, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее куда было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота, и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. «Я заехала к вам посмотреть, как вы живете», сказала она. «Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся утки, которых я отпустила». Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее. Сказка «Волшебная булавка». Всем хорош был зайка Кузя. Одно плохо, всего боялся. Не было в зайчьем роду такого трусишки, как Кузя. Ветер дунет, зайка дрожит. Ветка хрустнет, зайка дрожит. Темноты боится, дождя боится. Беда, да и только. А какой маме понравится, что у нее сын трус? И решила тогда зайчиха Аннушка показать сына лесному доктору, дяту Иннокентию. Но одно дело решить, а другое уговорить Кузю. И пришлось зайчихе пойти на обман. Обманывать нехорошо. Ох, как нехорошо. Да только другого выхода у зайчихи не было. Сказала она сыну, что глаз у нее болит. То ли соринка попала, то ли мошка залетела. И надо ей к доктору идти. Только одна она не дойдет. Вся надежда на сына. Испугался Кузя, задрожал. Доктора он больше темноты, больше грозы, больше лисы Алисы. И совы Гликерий боялся. Увидел это зайчиха и говорит. Ну ладно, ладно, никуда не пойдем. Буду терпеть, сколько смогу. Второй бы глаз не заболел. Не увижу тогда ни ясного солнышка, ни сыночка любимого Кузеньку. Завязала платочком один глаз и собралась уходить. А зайчиха еще сильнее задрожал. Жалко матушку зайчиху. Ой, как жалко. И залепетал. Согласен, провожу тебя к доктору. Только когда солнце над верхушками сосен поднимется, ярче свететь будет, когда ветер в кустах шелестеть перестанет. А еще, чтобы дорога, по которой пойдем, была прямая, да короткая. На том и порешили. Дождались и дня погожего, безветренного, и времени, когда солнце над самой головой засияет. И дорогу покороче, да попрямее наметили, и отправились в путь. Зайчиха Аннушка и сынок ее трусишка Кузя. Доктор, красноголовый дятел Иннокентий, встретил посетителей приветливо. Он был в белом халате, на голове белая шапочка, на носу роговые очки, в кармане халата трубка для высушивания. Дышите, не дышите. Рядом на столике громоздились бутылочки с микстурой, баночки с мазью, коробочки с таблетками. И что больше всего напугало зайчонка Кузю, инструменты. То одного взгляда, на который Кузина сердце тук-тук-тук-тук, бешено заколотится, уши задрожали, глаза заморгали. И доктор Иннокентий сразу понял, с каким больным он имеет дело. — Так-так, на что жалуетесь? — спросил он зайку. — Ни-ни-ни-ни на что! — заикаясь, ответил Кузя. — М-м-м-мама моя! — Понятно. — кивнул дятел. — Посмотрим, что с мамой. А вы, голубчик, посидите в сторонке. Мама сняла с глаза платочек, незаметно подмигнула доктору, что шепнула и взглянула на сына. — Дело серьезное, но не безнадежное. Вы вовремя пришли. Постараюсь помочь. — Важно, — сказал доктор. И, хм-м-м, то ли захихикал, то ли закашлялся. Он взял со стола пипетку, набрал в нее из бутылочки какую-то жидкость и капнул зайчихе в глаз. На самом деле ничего он не капал, а только сделал вид, что капает, потому что знал, глаз у зайчихи Аннушки здоровеха нет. — Все в порядке, — хитро подмигнул он зайчихе. — Прошу вас, — обернулся он к зайчонку, — можете идти. И вежливо открыл перед ними дверь. Потом вдруг уже на пороге неожиданно спросил. — Не заинтересует ли вас одно замечательное средство? Только вчера из дальнего леса получил. От страха действует замечательно. И заметьте, не какая-нибудь горькая микстура или уколы, а булавка английская. — Ай! — воскликнул зайка и спрятался за мамину спину. — Булавка? — притворилась удивленный зайчиха. — Да что вы испугались? Не глотать же ее, я вам предлагаю, и не колоть ее с себя. Положите в карман, и страх как рукой снимет. Булавка-то непростая, волшебная, советую. Вдруг пригодится? — П-п-п-п-п-пожалуй, пригодится, — согласился Кузя. А уж как обрадовалась зайчиха, передать невозможно. — Ах, доктор, спасибо, большое спасибо и от меня, и от сына! — рассыпалась она в благодарностях доктору. — Очень нам пригодится ваша волшебная булавка. Дядя Иннокентий, пошарив в кармане, вынул большую английскую булавку и вручил зайке Кузе со словами. — Лекарство редкое, бесценное, наделяет владельца львиным бесстрашием, орлинной зоркостью и скоростью гепарда. — Теперь вам нечего бояться. Дарю вам эту волшебную булавку. — Уважаемая зайчиха Аннушка, вам и вашему сынишке очень вы мне понравились. — Доктор, скажите, а когда она начнет действовать? — спросила зайчиха. — Как когда? — удивился дятел. — Прямо сейчас и начнет. — Вот, прошу вас, — обратился он к Кузе. — Положите булавку в карман и громко произнесите. — Волшебная булавка, помощница моя! С тобой я стану храбрым, отважным стану я! — Закройте глаза, сосчитайте до трех, раз, два, три. Откройте глаза и вперед! Булавка была уже в кармане у Кузи, и он, осмелев, обратился к дятлу. — Доктор, пожалуйста, дайте нам еще одну булавку. Будет две, одна мне, а другая маме. — Очень-очень сожалею, всего одна. Да вы не огорчайтесь, носите по очереди. Сначала вы, а потом ваша мама. Успокоил зайку Кузю. Действует безотказно. Счастливого пути! Раз, два, три. Вперед! Дятя Иннокентий так лихо тряхнул головой, что очки сползли на самый кончик его длинного носа, а белая докторская шапочка подпрыгнула и съехала на глаза. Зайка не на шутку испугался, но доктор плюхнулся на пол и озорным голосом прокричал. — Бац, кури, мац, кунда, марихлюнда! И все трое, доктор, зайчиха и Кузя, весело рассмеялись. — Ура! — закричал доктор. — Булавочка английская действует! Зайка недоверчиво посмотрел на дятла, хотел что-то сказать, но мама потащила его к двери, и они, распрощавшись с удивительным доктором, вышли. — Темно! — пролепетал Кузя дрожащим голосом и попятился назад. — Да это просто тучка набежала на солнышко! — успокоила его мама. — А булавка забыл? Зайка сунул лапку в карман, нащупал булавку и зашептал. — Волшебная булавка! Помощница моя! С тобой я стану храбрым, отважным стану я! Раз, два, три! Ну вот, чувствуешь, как действует? Мне теперь с тобой ничего не страшно! Бодро взглянула на солнышку зайчиха Аннушка. Кузя с опаской огляделся и закивал головой. — Чувствуй, действуй! Он шел вперед, крепко сжимая в лапки булавку и повторяя про себя. — Ничего не боюсь! Никого не боюсь! Ничего не боюсь! И тут огненная стрела чиркнула по небу. Весь лес наполнился таким грохотом, будто огромная гора раскололась на части, и камни катились с вершины, сталкиваясь друг с другом. Кузя уткнулся, зачихив бок и обхватил голову лапами. — Кузя, сынок, уж не потерял ли ты волшебную булавку? — спросила сына зайчиха. — Нет, вот она! Кузя быстро вытащил булавку из кармана и показал маме. И случилось невероятное! Размахивая булавкой, он скачал на пенек и закричал. — Волшебная булавка! Помощница моя! С тобой я стану храбрым! Отважным стану я! — Мама, ты же со мной, а я теперь никого и ничего не боюсь! А вот кричать-то громко, может быть, и не следовало. Зайчишкин крик услышала сова Гликерия, ночная разбойница. Днем она спала, но от зайкиного крика проснулась недовольная и сердитая. Завертела головой и, тараща большущие круглые глаза, стала искать нарушителей лесной тишины и своего сладкого дневного сна. Сидела она высоко на дереве, а с высоты разглядеть пень, а на нем маленького зайчонка ничего не стоило. — Угу! Угу! — грозно заугукала сова Гликерия. — Вот ты и попался, жалкий хвостунишка! Посмотрим, как ты ничего и никого не боишься! Она привстала на мохнатых лапах, замахала крыльями и хотела слететь вниз, чтобы ссапать зайчонка, но не тут-то было. Кузя громко-громко забарабанил лапками по пню, как палочками по барабану, потом вытянулся во весь рост и бесстрашно крикнул сове, выхватив из кармана волшебную булавку. — Видишь, что у меня есть? Видишь? Английская булавка волшебная! Кто ею владеет, становится бесстрашным, как лев, зорким, как орел, и быстроногим, как гепард! — подсказала Кузя зайчиха Аннушка из-за дерева. И быстроногим, как гепард! Вот, поняла? Совища-гликерища! Сова чуть не свалилась с ветки. Все на своем веку она видела, все слышала. Слыла понятливой, даже умной. Но такого, чтобы крохотный зайчишка посмел ей угрожать, такого не было никогда. Кузя почувствовал необыкновенный прилив львиного бесстрашия и закричал на весь лес. — Жители леса! Зайцы, мыши, ежи! Собирайтесь! Спешите! Тащите хлопушки, колотушки, да веревки покрепче, да сейте попрочнее, гликерию лови! — Эй, эй, ты что? Угу! Гепард! Угу! Сумасшедший! Лев длинноухи! Угу! Орел без крылых! Да я! — Ах, ты еще и насмехаешься! — Волшебная булавка! Помощница моя! С тобой я стану храбрым, отважным стану я! — Раз, два! — сказать три зайчишка не успел. Сова метнулась в сторону и, часто махая крыльями, полетела в глубину лесной чащи. — Бац, кури, мац, кунда-марихлюнда! Кузя кубарем скатился с пня, захохотал, закружил зайчиху маму, пока она, запыхивавшись, не угомонила малыша. — Мама! Мама! — Какой замечательный! Какой добрый доктор дятел! Ну что за чудо эта волшебная английская булавка! Дома Кузя вынул из кармана курточки английскую булавку и сказал. — Мама, я отдаю эту волшебную булавку тебе. Я уже ничего не боюсь, и ты тоже не будешь бояться. Бери, она тебе пригодится. — Спасибо, сынок, очень пригодится. Что-нибудь приколоть или продернуть резинку в твои штанишки, — улыбнулась в ответ зайчиха Аннушка. — Какие штанишки? Возмутился Кузя. — Она же волшебная, от страха! — Нет, малыш, — сказала мама. Доктор дятел пошутил. Булавка самая обыкновенная. Это ты молодец, что сумел преодолеть страх, и я тобою очень горжусь. Сказка Василиса Прекрасная В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец. Двенадцать лет он жил в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха привезла к себе дочку, вынулась под одея куклу, отдала ей и сказала. — Слушай, Василиса, помни и исполни мои последние слова. Я умираю и вместе с родительским богословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее и всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое-то горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью. Затем мать поцеловала дочку и умерла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, так что за невестами дело не стало. Но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти одна лета к Василисе. Стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте. Мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела. Совсем житья от них не было. Василиса все переносила бесспорно и с каждым днем все хорошела и полнела. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости. Несмотря на то, что всегда они сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочка сладиться своей работой. Зато Василиса сама бывало не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все лягут, она запрется в чуланчике, где жила, и подчевает ее, приговаривая. На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать. Куколка покушает, да потом и даст ей советы, и утешает ее в горе. А наутро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, дарет цветочки. А у нее уж и грядки выплаты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить с ее куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе стали на Василису заглядываться. На мачехиных дочерей никто не мог посмотреть. Мачеха злится, пуще прежнего, и всем женихам отвечает. Не выдам меньше и прежде старших. А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось ехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка. А в избушке жила баба Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не допускала к избушке бабы Яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме. Оставила только одну свечку там, где работали девушки. И сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку. — Что теперь нам делать? — говорили девушки. — Огня не в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем в бакбаяге. — Мне от булавок светло! — сказала та, что плела кружево. — Я не пойду. — И я не пойду! — сказала та, что вязала чулок. — Мне от спиц светло. — Тебе за огнем идти! — закричали обе. — Ступай к бакбаяге! И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала. — На, куколка, покушай. До моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бакбаяге. Бакбаяга съест меня! Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. — Не бойся, Василиса! — сказала она. — Ступай, куда посылает. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги. Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая на дворе стала расцветать. Идет она дальше. Как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном и на красном коне, стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка яги-бабы. Забор вокруг избы из человеческих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо дверей у ворот ноги человечи. Вместо запоров руки. Вместо замка рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник. Сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам баба яги и исчез. Как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза. И на всей поляне стало светло, как днем. Василиса, дрожа слостраху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба яга. В ступе едет. Пестом погоняет. Помелом вслед заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала. Фу-фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь? Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклоняясь, сказала. Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. Хорошо, сказала баба яга. Знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем. Потом обратилась к воротам и вскрикнула. Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! Ворота мои широкие, отворитесь! Ворота отворились, а баба яга въехала. Посвистывая, за нею вошла Василиса. А потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба яга растянулась и говорит Василисе. Подавай-ка сюда, что там есть в печи? Я есть хочу! Василиса зажгла лучинку от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печи да подавать яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на десять. Из погреба принесла она квасу, меду, пиво и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щи немножко. Краюшку хлеба да кусочек полосятины. Стала баба яга спать ложиться и говорит. Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымите, обед со стряпой, белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Да чтоб все было сделано, а не то я съем тебя. После такого наказу баба яга захрапела, а Василиса поставила старухины обедки перед куколкой, залилась слезами и говорит. На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала баба яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне. Кукла ответила. Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолись, да спать ложись, утро вечером мудреней. Рано проснулась Василиса, а баба яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают, вот мелькнул белый всадник и совсем рассвело. Баба яга вышла на двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пистом и помелом. Промелькнул красный всадник, зашло солнце. Баба яга села в ступу и выехала со двора. Пистом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом баба яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. Ах ты, избавительница моя, сказала Василиса куколке, ты от беды меня спасла. Тебе осталось только обед состряпать, отвечала куколка, влезая в карман Василисы. Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье. К вечеру Василиса собрала на стол и ждет баба ягу. Начала сверкаться, мелькнул за воротами черный всадник и совсем стемнело, только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья, едет баба яга. Василиса встретила ее. Все ли сделано? спрашивает яга. Изволь посмотреть сама бабушка, молвила Василиса. Баба яга все осмотрела, подосовала, что ни за что рассердится, и сказала, «Ну, хорошо!» Потом крикнула, «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе. «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из-за крома маг, да очисти его от земли и по зернышку. Видишь, кто-то по злобе земли в него намешал», сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему, «Молись Богу, доложись спать, утро вечером мудренее, все будет сделано, Василисушка!» Наутро баба яга опять уехал в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула, «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба яга села обедать, она ест, а Василиса стоит молча. «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» сказала баба яга. «Стоишь, как немая!» «Не смело!» отвечала Василиса. «А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем». «Спрашивай, только не всякий вопрос добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься». «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела, когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, самый белый и в белой одежде. Кто он такой?» «Это день мой ясный!» отвечала баба яга. «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?» «Это мое солнышко красное!» отвечала баба яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» «Это ночь моя темная! Все, мои слуги верные!» Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. «Что же ты еще не спрашиваешь?» молвила баба яга. «Будет с меня и этого! Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься!» «Хорошо!» сказала баба яга, что ты справишься только о том, что видала я за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссор из избы выносили и слишком любопытных ем. «Теперь я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» «Мне помогают благословенные мои матери!» отвечала Василиса. «Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!» Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала, «Вот тебе огонь для мачехиных дочек! Возьми его! Они ведь за этим тебя сюда и прислали!» Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было спросить череп, «Верно?» Дома думают себе, «Уж больше в огне не нуждаются!» Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня! Неси к мачехе! Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня, сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот час же погас, как только входили с ним в горницу. «А вот твой огонь будет держаться!» сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда они бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожглось их в уголь, одной Василисы не тронуло. По утру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке. «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прячь буду». Старушка купила льну хорошего, Василиса села за дело. Работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы из-за ткани приниматься. Да таких бред не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит, «Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиные гривы, я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать. А кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весной полотно выберели, а Василиса говорит старуке, «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула, «Нет, детятка, такого полотна, кроме царя, носить некому, понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон прохаживает. Царь увидал и спросил, «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», отвечает старушка, «я принесла диковинный товар, никому, кроме тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, взивался. «Что хочешь за него?» спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка, я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить, скроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их за работу. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал, «Умела ты напрячь и соткать такое полотно, умей из него и сорочки шить». «Не я, государь, пряла и соткала полотно», сказала старуха. «Это работа приемыша моего, девушки». «Ну так пусть и сошьет она», воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала», говорит Василиса, «что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу, шила она, не покладая чарук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит, «Царь-государь хочет видеть искусницу, что сработала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и ловилась перед очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет», – говорит он, – «красавица моя, и расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою». Тот взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василисе взяли к себе, а куколка по конец жизни своей всегда носила в кармане. Сказка «Вершки и корешки» Подружился как-то мужик с медведем. Вот и вздумали они вместе репу сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик говорит, «Я возьму себе корешки, а тебе, Мишка, достанутся вершки». Выросла у них хорошая репа. Собрали они урожай, мужик взял себе корешки, а Миша отдал вершки. Видит медведь, что прогадал, одни листья получил, и говорит мужику, «Ты, брат, меня надул, но смотри, когда будем в другой раз сеять, ты уж меня так не проведешь». На другой год говорит мужик медведю, «Давай, Миша, опять вместе сеять». «Давай, только теперь ты себе бери вершки, а мне отдавай корешки», уговаривается Миша. «Ладно, — говорит мужик, пусть будет по-твоему». И посеяли пшеницу. Добрая пшеница уродилась. Мужик взял себе вершки, а Миша отдал корешки. Намолотил мужик пшеницы, намолол муки, напек пирогов, а медведь опять сидит ни с чем. Сидит над ворохом сухих стеблей. Вот с тех пор перестали медведь с мужиком дружбу водить. Миша отдал корешки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...